Привет! Ну-ка, скажи, что у тебя нового? У меня вот появилась новая скрипка. Одна-вторая. И Лев вырос. И уже казалось, что ему одна-вторая скрипка в пору. А мы сегодня будем изучать переходы. Три вида переходов. Три, показываем вам. Первый вид переходов. Это через открытую струну. То есть, это самый легкий вид переходов. Мы сейчас начнем играть на первом пальце. Потом сыграем на втором и на третьем. На первом пальце Лев играл, а вот на втором и на третьем еще не играл. Так что это будет для него таким новым. Значит, играем мы сейчас на весь смычок. И еще мы говорили, что у нас сейчас скрипка большая. И нам нужно погружаться в смычок. Мы думали о том, что наши ноги, у нас нет как в лыжу погружаться. Но у нас нет сочи снега. Куда наши ноги погружаются? Ну, вообще есть на крестном море. Но мы туда не ездили, не катались. Поэтому мы что с тобой придумали? Что у нас есть берег моря после шторма. Когда большая галька смылась, там остался песочек. И вот наша нога встает и проваливается. То же самое и вот наш смычок проваливается. Струну, голос вернее, да? Пальчики круглые. Ну, давай, пошли. Раз, игорь, 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 игорь. Пальчик, хоккала, игорь, игорь, игорь. Оставdin раз, игорь. Игорь, 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 игорь. Стоп. Значит, что я тебе еще хочу сказать. Когда ты дорезет? Нет, нет, монvagинон. Когда мы делаем переход в верхнюю позицию, встречу, наша скрипка убирается нам в шею, да, вот сюда. Поэтому мы еще можем даже горку сделать, и как с горки сюда скатиться, да. Еще что мы с тобой забудем сейчас сказать? Что же такое переход без скрипки? Что делает левая рука? Как правильно объяснить ученику, что делает рука? Предплечье опускается, а локоть сгибается. Да, потому что лев в прошлый раз сам сделал вывод, что если мы... Если мы не сгибаем предплечье, то наша рука идет немного косо через верх. Да, а у нас тут скрипка, да? А нам надо, чтобы она шла ровно, поэтому надо согнуть предплечье. Да, правильно, что опустить предплечье и согнуть вот это вот так. То есть вот без скрипки очень нужно тоже поиграть, чтобы ученик любой увидел, как двигается в руках. Потому что тут нам скрипка мешает, мы даже не знаем, как у нас там рука переходит, да? Вот, вот это движение тоже очень важно поделать. Просто так без скрипки. Вот, что она осталась как бы вот на одной. Отлично. Отлично. Сказали, самое главное, предплечье опускается, локоть сгибается. Давай теперь на втором пальчике. И вот что еще хотела сказать. В шею упирается скрипка, да? Поэтому вверх делать легче. Съехать туда, да? А вот обратно, когда ты делаешь, ты должен головой скрипку держать крепче. Понимаешь, о чем речь? То есть скрипку мы не прижимаем сильно, когда мы идем вверх. Но когда мы идем вниз, головой хорошо ее прижимаем. Для чего? Чтобы рука спокойно пошла вниз, чтобы скрипка не уехала за ней. Да? Чтобы мы не убрали скрипку случайно, не потащили за собой. Так, я прошу тебя чуть-чуть вот здесь опустить. О, давай, до диеза. Поехали. Не забываем выше держать, как бы глубже держать звучок. Все. Точно так же до диез, а переходить ты будешь на ноту ми. Терция, да? До диез, теперь открытое я. И на ми. Вот, чтобы вот здесь рука не меняла положение. Вот. Грустно получилось, да? Давай, грустно. А сейчас весело, давай, задаем. Нет, весело задаем. Значит, до диез. Давай, почти. До диез. Опять до диез. Вот, а теперь третий пальчик. Полодец. Вот, давай на колодочке. Давайте, давайте, давайте. Старайся. Сюда попадай. Оп. Это не подрез. Это был не подрез. Полодец. Это сунька, что ли? Вот. Хорошо. Вы смотрите. Значит, что очень важно, опять же, для всех. И педагогов начинающих, и детей, кто будет смотреть видео. Когда вы переходите из позиции в позицию, не надо вытягивать пальцы и стремиться куда-то попасть, да? То есть, переход делает нас широком, да? А пальцы делают абсолютно одинаковые вещи, они просто падают, да? Да, они просто куда-то встают. Вот что? Что в первой позиции, вот у тебя третий палец упал, поднялся. Что в третий, да? Что в первой, что в третьей. Он делает одно движение вот от этого сустава. Он делает одно и то же. Да. Вот сейчас, когда ты будешь играть еще раз с ноты Си, каждый пальчик по два раза. Си-ля-ре-ля, си-ля-ре-ля, до-ля-ми-ля, до-ля-ми-ля. Ре-ля-па-ля, реле-па-ля. Ты постараешься за этим последить, хорошо? Что ты палец не вытягиваешь. Давай. Я даже вот здесь с первого снова, да, под каждый пальчик два раза. Каждый переход делаем два раза. Сюда, сюда, надо. Си. Ничего не тягивается. Просто поднимается, опускается. То же самое. И так, первый вид переходов называется через открытую. через пятую струну второй вид перехода это для меня самое любимое я люблю холод кошек почему а кошки что делают? мяукаются поэтому я очень люблю делать так мягко ну сейчас называем мяука я даже тебе советую тоже убирать большой палец вот так это переход на одном пальце я сейчас не очень обращаю внимание потому что мы заняты левой но по идее очень хотелось вот это вот движение и вот эту мышку отсюда почувствовать как она доводится на чем-то холодно аж ведь когда ты идешь обратно головой держать речь это именно для этого для любого видов переходов когда палец на струне а теперь я вообще не касаюсь ничем вот прошлый раз как бы мы сомневались еще сегодня уже не сомневаюсь вот так вот что ты ставишь пальчик и ездишь вот видишь о вот сейчас ты начал делать зря вот движение кистью положи палец сильно не переживай пока просто почувствуй струну как ты по ней скользишь от пальца даже не локоть сгибается а все остальное само получается вот отсюда чувство переход не не вот этими как будто ты без скрики давай на втором вот старайся отпускаться даже даже большое тебе не нужно ну тогда попробуем вот как бы по низу на этом пальчике вот 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 почувствуй что он тебе совершенно ничего не мешает перед рукой давай снова на первом ну и не улетал не улетал не на первом вот вот уже и большой отпустил тебя на втором первые первые освобождаем на втором так же вот смотри как уже здорово получается только что не получалось да ну что значит тренировка да угу так давай мне кстати тоже кошки нравятся например веслоухи и пролетанцы красивые голубоглазые вот давай сейчас поездим со смычком пусть это будет очень смешно но поездим так же как ты ездил не важно что делает смычок давай вот вот казалось бы ничего сложного там сгибай руку и езди да но ведь у нас руки делают совершенно разные вещи да одна рука вот так а вторая делает вот так вот попробуйте не музыканты вот так вот сделать тем более что одна рука может делать это быстрее а другая медленнее да это все равно что одна рука рисует квадрат а другая круг раз это невозможно нет возможно если если тренироваться то возможно так что нас дальше учили одна рука дирижировать на три два три а вторая на четыре раз два три четыре четыре то есть надо вот так следить чтобы твои руки дирижировали разный размер понимаешь потом вас они сошлись ну давай попробуем это тоже интересно смотри вот мне удобнее когда вот это дирижировала на три а вот это на четыре первая доля вторая третья тут первая тут четвертая вторая третья вот да вот надо это сложно но это можно это возможно просто нужна тренировка раз два та пошла наверх три теперь это на четвертую дольку идет а это на первую да на вторую это на первую та идет наверх это да это уже первая третья доля а теперь это первая а это четвертую показываем понимаешь вот можно нарисовать такие картинки и водить руками по этим картинкам да это сложно сложно но можно в следующий раз это покажем упражнение именно с картинками так давай теперь давай попробуем сыграть все таки уже музыку а можно перед тем как я попробую это сыграть я хотел сказать почему я иногда в видео перестаю улыбаться покажи потому что это довольно сложно играть двумя руками и улыбаться надо сложно сложно думать о двух вещах да хорошо ленина двадцать раз да чтобы потом вопросы сильно не задавались да хорошо давайте на втором пальчике поездим и теперь ты уже вышибл палец в одну сторону и в другую в м и и Вот у нас тут меня, меня, меня. Не удается. Уничтожи меня. И последний раз. Ну попали на натуре. Да, мы пока попали на натуре, но это тоже не страшно. В вторую позицию тоже попадает. Ну давай попробуем на третьем. На третьем пальчике, давай попробуем. Ты на третьем? Нет, ты на втором? Да. Третий тоже, не простой палец на нем скользить не так легко. Топ. И на первом. Теперь. Топ. Давай все таки найдем натуре Си. Топ. Хорошо. Хорошо. Вот мы прошли два вида переходов, первый, еще раз повторяем. Через открытую сторону, второй лифт перехода на одном пальце, а вот третий лифт перехода на двух пальцев, ну используют конечно два пальца, но у тебя есть ниже лежащий палец, а есть и выше лежащий, по отношению ко второму первый это ниже лежащий, а по отношению к первому второй выше лежащий. Так же как и даже, например, вот это у тебя четвертый этаж, а вот это третий, вернее это же третий палец, значит этот пальчик ниже лежащий, а это выше лежащий. Так вот, вот этот вид переходов, он самый такой распространенный, да, наверное, когда мы с одного пальца переходим на другой, и в гаммах мы, как раз в техническом аналоге, всегда мы переходим с того, на том пальце делаем переход, который уже на струне. Да, когда мы играем несколько раз, например, как мы играем ре, то есть если мы играем ре мажор, то мы делаем переход с выше лежащего пальца, с ноты до диэс, на ноту ре, на ниже лежащий палец, да, И делаем мы этот переход на втором пальце. И вот мы сейчас так вот сыграем. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. Понял, да? Понял? Давай еще раз, смотри. И, два, и. Мне бы уже когда-то тренировали. Чуть-чуть, да, вот так вот прикасались, но мы сильно не разговаривали много о технике. Нам тогда надо было главное собрать, потому что давно не заостряли на этом внимание. Приготовились. Как будто ты делаешь переход на одном пальце. Давай. Не надо пока сниже лежащего. Вернуться сюда. И давай все-таки следить. Пусть, давай за правой ручкой. Чуть-чуть выше локристина. Отлично. Еще раз. Репетировать лучше в одну сторону все время. Но не езко поет. И еще раз. Так. Ну и последний раз. А теперь давай сыграем от нотки ля. Медленно. Ну-ка, большой там, округлик-ка пальчик. Вот здесь. Трус здесь, да? Первый поднялся. Вот так. Стоп, тут не надо дальше. Еще разочек. Вот кусочек гамма-ре-мажор. Сейчас поднять первый. Почему я прошу дальше не играть? Потому что, когда мы играем вот эту гамму, ля-си-до, ощущение, что должен быть. Вот ты играешь первый, второй. Потом снова первый, второй. Абсолютно одинаковое падение пальца второго, да? Да. Как будто мы шагаем. Шагаем ножки по дорожке. Давай. Чтоб твои пальчики шагали очень легко. Да? А назад же мы будем делать? Будем. Сейчас у нас остается чуть-чуть. Чуть-чуть. Видимо? Да. Ну, что мы на следующем уроке назад украли. Вам сейчас главное научить шагать наши пальцы по дорожке, чтобы они поднимались и отскакивали в угол. Давай. Отскочим. Отскочим. Во. И давай еще раз только, а потом. Отскочим. Вот. А теперь пошли вниз. Ми-ре-до-си. Точно так же. Вот. То есть, когда мы идем обратно, тоже ми-ре-до-си. То есть, пальц раз-два, раз-два. Только рука разогнулась и все. Да? Давай еще разучим. Давай, наверх на дверь теперь. Давай, объедини. Объедини. Наверх. Ля-ля-ля-ля. А теперь я попробую не держать. Туда-си-тюс. Давай. Посмотри, ты совершила одну маленькую такую помарочку. Да. Заменил ноту переходом. Очень часто такое детки делают. Нам надо потихнуться считать. Раз-и-и-два-и-три-и-и-и-четы-ки. После И. Дотяни эту ноту, а потом делай переход. Да. Да. А, да и мы слышали эту ноту. Да и провести весь снтычно, почти. Раз-и-и. И. и 4 1 2 3 4 3 4 Теперь я хотела подтвердить то, что дети, которые учатся играть на скрипке, часто такие делают, как когда это научили отучить потому что я сам такое делал когда первый раз это сыграл очень надо считать а когда считаешь ты понимаешь какое время потратить ну вот мы рассказали вам правительство через открытую струну на одном пальце и теперь самое трудное с ниже лежащего на выше лежащий и выше лежащего на ниже лежащий так что мы вам желаем успехов тренируйтесь мы тоже будем следующее видео